У нас на связи председатель этого совета, автор доклада Мара Полякова. Мара Фёдоровна, вы слышите меня? Я вас слышу, только я, если вы имеете ввиду совет при президенте, то я не председатель, председатель Федотов Михаил Александрович, а я председатель общественной организации, которая называется Независимый экспертно-правовой совет, и член совета при президенте. Вы член этого совета? Что? Вы член этого совета? Я член совета, да. То есть вы в курсе дела, другими словами? Да, я в курсе дела, и сообщения на вчерашней встрече с президентом я делала, но я пока не называла никаких фамилий, и не называю их сейчас, потому что наша работа еще не завершена, мы будем продолжать эту работу, и пока я могу говорить, и вчера говорила только о предварительных каких-то выводах, о выводах по тем вопросам, где уже у нас достаточно полной информации, где уже можно давать какие-то юридические оценки. Но, тем не менее, Мара Федоровна, вот у меня все время по поводу, сегодня новостные ленты пестрят информацией о докладе президентского совета, там длинный список имен. Я прошу прощения, я хочу вопрос задать. Она докладывается, что... Мара Федоровна, секунду, секунду, я хочу вам задать вопрос. Да, да, да. Я, тем не менее, не понимаю, вот там длинный список имен. Называют людей, не вы, остальные члены совета, называют людей, которые вероят причастны к гибели Магнитского. Я поясню, я поясню. Что это значит, я не понимаю. Я поясню. Дело в том, что расследованием обстоятельств, связанных со смертью Магнитского, занимались четыре общественных организации. У нас как бы была поделена миссия, функции были разные. Значит, огромную работу была проделана общественная наблюдательная комиссия во главе с Валерием Борщевым. Они опрашивали работников следственного изолятора, они опрашивали медиков, они опрашивали заключенных, то есть любых людей, которые могли сообщить информацию о состоянии дела, опрашивали родственников, опрашивали сотрудников правоохранительных органов, и называли, соответственно, фамилии, и их отчет вошел в качестве приложения к докладу, который вчера был произведен на встрече с президентом. Кроме того, две общественных организации, это Transparency International, которую углавляют Лена Панфилова, и антикоррупционный национальный комитет Кабанов, они проверяли и исследовали экономическую составляющую, они на предмет каких-то коррупционных моментов и заинтересованности сотрудников правоохранительных органов в исходе дела. Поэтому материалы каждой общественной организации, которая проводила свою часть работы, были в качестве приложения... Мара Федоровна, прошу прощения, у нас просто короткий выпуск сейчас, мне нужно, чтобы мы с вами, к сожалению, закончили разговор. В принципе, понятно, что этим делом занимались разные общественные организации. У нас на связи была Мара Павловна.